Всем привет! В общем, мы снова на даче. Показываю. Смотрите, какая у нас красивучая сирень. Сразу к делу перехожу, без болтовни обыкновенной. Очень много цветочков, хотя листиков мало. Она какая-то очень высокая. И не снизу, получается, цветы, как вот я ехала только что там на одном участке, прям снизу и куст огромный, так он весь усыпан цветами. А у нас прям наверху и лезет, лезет туда, к проводам, к елке, все повыше. Не знаю, видно вам так или нет, но думаю, да, не хочу лезть через решетку, потому что тут, видите, что происходит, тут строительные материалы. И пойдемте вместе с Марией Ивановной, вот мы будем ее преследовать. Проходите, пробку сделала, Муся, давай, дуй, давай, дуй. Во-первых, покажу вам, я не знаю, видите вы или нет, что тут. Вот, вон, ну да, тут не видно, но если кто знает, как выглядят огурцы, то у нас зашли огурцы, вот так вот. Вон там есть они, в общем, надо бурьяны повыдергивать. У нас тут делают скважину, и теперь затопило пологорода, но мы не отчаиваемся. Вот, видите, тут немного клубнику, и в основном текло, видимо, сейчас я буду лезть, главное не упасть в эту, вот эту грязюку. В основном по дорожкам, конечно, лилось, но и так, помидорки почти не зацепило. Взошла редиска у нас тут стройными рядками, тут не знаю что, во, вот тут что-то повсходило, смотрите, надо у мамы будет спросить, кто это. Смотрите, 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 вот это да, вот это да. Вот, тут морковка. Марья Ивановна, ну не по грязюке, ну... Ой, нет, пожалуйста, и прям по этому. Ужас какой, Муся, это капец, это ты ко мне в кровать потом залезешь. Как тебе не стыдно? Ну и не скажешь, и то ругаешь, иди по дорожке, теперь скажи, пошла по дорожке и вляпалась в какую-то фигню. Ну, в общем-то, вот тут у нас морковка, но она так и осталась. Вот тут залило сильно. Ну, вот видите, тут беспредел какой-то творится. В общем, вот тут вот сильно позаливало. Вот, я не знаю, тут тоже что-то, кстати, было. Мама что-то сажала. И, ну, тут, конечно, хаос. Но зато теперь удобно набирать будет эту бочку. Потому что, ну, как бы с той скважиной 4 часа оно качает-качает, потом отдыхает-качает-качает-отдыхает. В общем, горох тут умер. Ну, ладно, мы не отчаиваемся, зато будет вода. Ну, и тут хаос, немного чеснок нам подавили. Я не знаю, как мне перепрыгнуть это все мероприятие. Я сейчас как сегану куда-то не туда, пойду-обойду. А то, понимаете, мне как Мария Ивановна не вляпаться во что-нибудь вообще за милую душу. Муся, так и будешь сидеть? В общем, вот тут вот страшненько. Немного подавили чеснок, но я думаю, его уже можно выкопать и съесть как молодой. Ничего страшного. И вот тут вот, я не знаю, честно говоря, что. Какой-то котлован с водой. Какая-то там труба. Ничего, не понимаю. Нарыли тут. Вот, видите, вот песок и глина. Вот, кстати, можно в разрезе посмотреть. Насыпь чернозема, вот это. И вот все остальное, вот такая тут у нас почва в основном. И поэтому, когда, почему я возмущалась? Потому что тут везде насыпан чернозем. И когда нам глину начали сыпать вот сюда, на наш чернозем, я понимаю, что там как бы хаос и все такое. Ну, зачем мне ваша глина? Мне тут своей хватает, видите? Вот поэтому тогда я и начала возмущаться. Марья Ивановна пошла за мышками. В общем, ну, пока немного страшненько это все выглядит, но на перспективу вообще хорошо. И, кстати, персики наши, вы видите, начали жрать. Это ужас какой-то. Мама сказала, уже побрызгала. Ну, просто не успеешь оглянуться. Недель у нас не было. Папа скоро приедет уже. Он, точнее, уже был, он уехал, но он вернется. Вот. Что вам еще раз сказать? А, пойдемте посмотрим, что там с баней. Ну, там все накрыто. Я же не знаю, что там делали. Опять сейчас нарассказываю вам всякого. Марья Ивановна, гулять идем? Ой, гулять. Домой. Какой гулять? Мы же гуляем. Муся, пошли домой. Пойдем. Мусь, пойдем. Пойдем домой. Понятно. Бестолку. Так, мы возвращаемся на участок, потому что ко мне поступило... Кто это бежит? Кто это? Чудовище. Ко мне поступила новая информация. Значит, сейчас расскажу. Мне не рассказали. Я же просто деревня, понимаете? Я не понимаю, как оно все работает. Оказывается, оказывается. Сейчас пройдем ближе. Изначально скважина должна была быть здесь. Вот. Вот здесь вот. У нас тут был такой, типа, треугольничек с травкой. И мы думали, будет скважина, травка и засадим. И будет все красиво. Тут были кустики. Вот. А оказывается, тут воды нет. Они рыли, 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 рыли. В общем, там песок, глина, песок, глина, песок, глина. И до воды, короче, они не смогли добраться. И вот пришлось им вырыть ее здесь. А тут уже вот вода. И теперь у нас тут будет скважина. Или вон там. Ну, в общем, возле автомобильной нашей парковки. Вот такие дела. А я ж деревня, я ж не понимаю, как эти скважины роются. Я думала, им тут что-то надо было вырыть. И тут будет скважина. Я ж не знаю. Когда нам ту скважину делали, я не знаю. Мне года три, наверное, было. Ну, пять. Ну, не знаю. Где-то около пяти, я думаю. Вот. Это я бежала ж назад. Чтобы же вам рассказать. Ну, такие дела. Сорок очень много. Расскажите мне, пожалуйста. У меня, мне очень интересно. Мария Ивановна бегает. Посмотрите, носится, носится. Мне очень интересно. У вас есть сойки. У нас пропали сойки. Только сороки. Сойка это вот эта коричневая с голубеньким крылышком. Вообще ни одной сойки нет. Уже года два. Совсем. Вот одни сороки. Сороки, ну, я не говорю, что они меня бесят. У нас теперь крыша не металлическая. Вот. И поэтому не слышно, как они вот это лазят там. Короче, стучат. Не слышно дождь. Хорошо. Но они такие смешные, короче, эти сороки. Но мне сойки тоже нравились. И сойк вообще нет. Ни одной сойки нет. Расскажите, пожалуйста. Вот. Это то, что мне реально интересно. В комментариях, пожалуйста. Это не для поднятия там каких-то статистик или всего. Мне просто любопытно. У нас в Харькове нет соек. Вот просто нет. Хотя было дофига. Просто очень много. Напишите, пожалуйста. Мне правда интересно. Сейчас, если получится, покажу, как мы с Муся бегаем. Марья Ивановна, побежали домой. Давай. Давай домой. Давай домой. Бегом. Сейчас отдалю. Давай. А ну побежали, побежали быстро. Давай, 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 давай. Ну и чем? Просто, просто. Посмотрите. Это спринтер. Я не успела ни камеру приблизить, ни ничего. Муся. Вот это ты спринтер. А ну давай еще покажи глаз. Ну, что такое, что такое, что? Ах, вертолет ты, мой вертолет. Да? Давай. Пойдем домой. Пойдем. Нам еще баню показывать. Пошли, пошли. Пойдем, говорю, быстро. Чудовище. Чудовище. Ой, ну вот это ты и так грязно. А ты сейчас вообще будешь. Так. Тут намного все красивее, чище, аккуратнее. Но вы ничего не увидите, потому что все накрыто пленкой. Потому что, видите, что? Дождь. У нас уже 3 или 4 дня дожди регулярные. Все, закрыли они. В общем, залили пол. Стяжку. Забетонировали там, что-то сказала мне мама. В общем, вот такие дела. Ну, потихоньку дело движется. Если бы не погода, все бы это было быстрее. И, кстати, вот тот пони, пони пенополистирол, в общем, вот тот пони. Я его пони называю, вы уже поняли. Это было для утепления пола или что-то такое. Вот. Так что, я все знаю. Смотрите, сколько зелени в саду. Просто невероятное количество. Уже даже яхотки появляются на черешне. Черешня, покажи себя. Смотрите. Вообще классно. Все так позеленело. Вот это было не очень холодно. Посмотрите, какая зелень. Это я просто не в камеру смотрела. А сейчас посмотрела в камеру и офигела просто. Как все выросло. Как все позеленело. Так нас не было реально. Вот, ну, 4 дня. В воскресенье мы уехали. Вот пятница сегодня мы приехали. Траву завтра буду косить. Мне там днем к вечеру ближе уехать надо. Поэтому утром как встану, как заведу косилку свою. И буду вот это все косить. Ну, вообще, как же все позеленело. Просто прелесть какая-то. Вообще. Я прям даже тут, я только сюда с вами дошла. Вот я здесь еще не была. Прям в восторге. Итак, у нас снова выходные. Мы приехали на дачу сегодня пораньше с мамой. Получилось так, что почти в обед мы приехали. Смотрите, наш банный домик выглядит. Сейчас отдалю. Вот так вот. Ну, уже каркас есть. Так прикольно. Вот вход. Тут будет площадочка, на которой сидеть. Так классно. Я там уже внутри полазила. Прикольно, конечно. Ну, выглядит классно. И не занимает много места. Потому что как раз вот тот угол, ну, как бы он там не нужен был. Там два кизила росло. Но теперь вот оно ненамного выступает. Видите? То есть домик будет маленький. Не будет таких нагромождений. Знаете, как вот, не знаю, настройка одна на одной, одна на одной. А так вроде как все аккуратно. В одном стиле оно все будет. Все красиво. Поставили нам тут еще забор. Вот такой. Ну, такой же, как на передней части. Вот там вот. Такой же здесь. Просто тот в пленке зеленый, красивенький. А этот просто без пленки. Он обыкновенный. Металлический. Но все, идея и задумка такая же. Сейчас самолет пролетит. А то меня будет плохо слышно. Теперь колонка. В общем, колонки у нас больше нет. Видите? Теперь у нас какой-то люк. И две... Два шланга. Из которого идет нефильтрованная. И вот на вот этом, на котором бантики из хомутиков. Это фильтрованная. То есть будем пробовать набирать воду здесь. Там стоит фильтр. И будем пить. И не надо будет больше ходить с ведром к колодцу. Ну, хотя это было веселое приключение. Но все-таки технологии идут вперед. И уже, слава богу, мне не придется таскать это ведро. В общем, ребята молодцы тем, что они раскачали, скажем так, нашу старую колонку. То, что вот как бы на ее же месте. Потому что все другие, которые приезжали к гриле, надо вот отсюда, надо вот здесь. Вот там или вообще там метров пять. Ну, какие пять метров? Тут до забора, наверное, нет пять метров. Те, которые сделали, вот они молодцы. Классно получилось. Все на этом же месте. Плиточкой все заложится. И будет просто прекрасно, я считаю. И хотела вам показать. Смотрите, сколько маков у нас. Просто опять огромное количество. Огромные. Сейчас обойду быстренько. Ну, уже, конечно, и пооцветали. Но еще смотрите, сколько еще будет их. И такие красивые. Конечно, солнце пересвечивает. Телефон такой. Они слишком сильно оранжевые становятся. Ну, вообще нереально большие такие. Я уже рассказывала сто миллионов тысяч раз о том, что это маки папа привез из Германии. Вот. И они вот так вот размножаются. И они еще и лазят. Вот вы понимаете. Вот они на розу налезли. Гулящие, короче, маки. Вот. Такие дела. А, ну и на том огороде нам сделали. Вот ту, которая вторая была. Сделали скважину там. И там тоже шланг подсоединил. И все. И качай сколько хочешь. Я на тех выходных косила траву. Вот честно, такое ощущение, что не косила. Или косила не на тех выходных, а когда-то давненько. Так выросло все за неделю. Просто невероятно. И тут уже с этой стороны ребята поставили забор. Ну, прикольно. Не тот, который, конечно, у нас старый был страшный. Этот красивенький. Такой все аккуратно. Все в одном стиле. По всей площади. Вот видите, этот такой. Он зеленый в оплёточке. А этот без оплёточки. Ну, классно. Я надеюсь, Муся не будет перелазить. Она, в принципе, этим не занималась. Пока ей не показал какой-то код. Он бежал. Или от меня, или от кого-то. Я не помню. И перепрыгнул через забор. Муся на него посмотрела и поняла, что она тоже так может. Через этот забор она перепрыгивает. Но, может, ума не хватит ей прыгать через этот забор. Знаете, не попробуешь, не узнаешь. Вейгела цветёт. Тоже красивая. В том году мы очень сильно обрезали берючину. Но я надеюсь, что она вырастет. И как раз, чтобы вот эта вся зелень была до забора. И мы её вот так вот стригли. Потому что она внизу слишком лысая. Вы видите? Она просто лыська там. И ой, здравствуйте. Ням-няу. Привет. Боже, боже. Привет, моя сладкая. А где-то была. Я её не видела где-то час, наверное. И тут вот нарисовалась красота. Пойдёмте ещё. Могу показать вам, как отсюда выглядит наш домик банный. Вот. Можно прям туда. Хоп. И всё, ты в бане. Классно. Вообще, такая, кажется, большая какая-то конструкция. Она, мне кажется, построится и будет немного по-другому. А сейчас, конечно, кажется, вообще места очень много. Классно. Ладно, пойдём поливать на том огороде, да? Марья Ивановна, пойдём? Или кушать пойдём? Мы-то уже с мамой пообедали. А вот Марья Ивановна где-то вылезла. А ей вылезти теперь вообще легко. Потому что, ну, вот забора нет. Там возле бочки забора нет. Вот забора нет. В общем, вылазь тут вообще где хочешь. Знаете, как страшно, когда ты идёшь вечером в туалет, а тебе дорогу перебегает какой-то чёрный кот. В общем, это да. Не очень весело. Как уже привыкли с забором жить, так и теперь без него вообще как-то некомфортно. Лазят все эти животные все подряд. Марья Ивановна, не чихайте. Будьте здоровы. Живите богато. Да? Идём, идём. Итак, мы снова на даче. В общем-то, у нас уже лето. Только холодное. Просто пока была весна, было тепло. Как только стало лето, стало холодно. В общем, Марья Ивановна, естественно, с нами. Вот, здравствуйте. Поздоровайся. Хотела вам показать. Проходи. 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 Хотела вам показать. Лилии распустились. Первые жёлтые звёздочки. Посмотрите, какие красивые вообще. И вообще очень много зелени. У нас пасмурно, прохладно. Постоянно идёт дождь. И зелень просто прёт, как в джунглях. Вот, серьёзно. Хотела поближе показать, потому что очень красивые. Вообще лилии красивый цветок. Лилия. Поэтому я тут хотела упасть, но у меня не получилось. Вот. Они у нас здесь, возле колонки. Я вам её показывала на тех выходных. И пойдём. Теперь тут же всё насажено. И пойдём ещё вот сюда. Вот они ещё. Тоже красота. И, ну, естественно, уже прошло пять дней. С тех пор, как мы были здесь в прошлый раз. И работали рабочие. И уже накрыли нам наш банный домик. Практически банный комплекс тут. Вот. В общем, выглядит это всё сейчас вот так вот. Уже всё обшито. И внутри там даже какой-то утеплитель. Вот эта всякая такая штука. У меня сегодня я каждый час хочу упасть. Честно говоря, и не получается. Вот, смотрите. Тут какая-то космическая штуковина. Я не знаю. Я сейчас начну вам объяснять. Будете с меня, как обычно, смеяться. Хотя нет, вы добрые. Вы с меня не смеётесь. Вот здесь будет окошко. Тут уже чем-то другим, видите, облепили. И вот тут же, получается, выход там, где душ, туалет. И здесь выход, где будет верандочка. Вот. Ну, им уже дождь не помеха был. Поэтому они работают. Они накрыли себе. Вывели сюда. Видите, уже провода. Накрыли и спокойно себе работали. Тут какая-то стекловата какая-то. Не знаю. Я же не понимаю. Но очень как-то быстро, мне кажется. Вообще классно. Скоро будет баня. Тут будет окно. И здесь будет окно. В общем, по-моему, выглядит очень круто. Очень классно. Главное, остаться в живых. Вот. Банный домик. И что-то хотела рассказать. Он, получается, будет свет. С темно-коричневым. А вот туалет-душ темно-коричневый. Со светлым. Потому что тут еще будут светлые. В общем, не буду рассказывать, что это я вам спойлеры тут кидаю. Посмотрите все позже. Итак, для меня всем привет. Но, наверное, я слеплю это видео с тем, что было раньше. В общем-то, мы приехали на дачу. У нас сегодня 42 градуса жары в тени. Вон градустик целый день в тени. И показал 42,6, по-моему, градуса. Кошмарная просто жара. В городе вообще невыносимо. Благо, есть кондиционер. Я даже Муся оставила кондиционер с утра. Я оставила его на весь день, как уходила. Потому что, ну, вчера я, получается, пришла домой. А кошка просто такая вареная. Не может ничего. Не соображает ничего. Не то, что спать хочет. А прям реально ей, ну, как бы, жарко. Достали мы вентилятор. Этот вентилятор, я не помню. Я, по-моему, рассказывала вам, когда покупали домой пылесос. Нам этот вентилятор дали в подарок. И мы, как бы, сначала были против. Типа, ну, мы не пользуемся вентиляторами и все такое. А потом я за него вспомнила. Вот поставили. Я так думала, что завтра, если будет точно так же 42, мы будем сидеть целый день в беседке. И пусть, наверное, на нас дует вентилятор, гоняет туда-сюда теплый воздух. Хотя, реально, вот на первой передаче, хотел сказать, на первой скорости очень хорошо дует. Это вот какой-то равенто. Он, я так понимаю, настольный. Он не напольный. В общем, я хотела вам сначала рассказать кое-что, а потом показать, как изменилась наша банная конструкция. В общем, одним вечером на неделю... Я вообще чего начала записывать видео? Потому что я в полном шоке. Одним вечером на неделе мы с Юлей, моей подружкой, вы ее видели в видео, поехали. Ну, мы ехали, в общем, я не знаю, кто харьковский, те поймут, кто не харьковский, просто послушайте. Мы ехали в сторону Холодной горы, и там на Полтавском шляхе остановились выпить кофе по дороге. Взяли кофе, пошли, сели, там был скверик такой круглый. Сели и сидим. Ну, люди там какие-то сидели. И тут подходит мужчина и говорит, Юля, можно с вами сфотографироваться? Я вообще сначала за себя не подумала. Ну, просто, знаете, как-то у меня, у Юли, вот у нее больше как-то знакомых, больше друзей. Я думала, это к ней обращается. И я как бы, когда Юля, думаю, наверное, это к Юльке. И сижу, и потом до меня доходит, как бы, что это ко мне. Я перепуганными глазами, я вообще не поняла, ну, что произошло. В общем-то, он объяснил, что мой канал смотрит его жена. Карина, вам большой привет. Передаю, честно, от чистого сердца, от души. Желаю вам удачи с вашей дачей. Желаю, чтобы там все работы ремонтные, строительные проходили только на ура, и все было легко и просто. В общем, что его жена смотрит мой канал, и он волей-неволей тоже, получается, смотрит меня, и поэтому меня узнал. В общем, это была такая прям реально неожиданная, как бы, ну, даже не то, что там прям встреча, но просто это для меня было шоком просто. Я не думала, что меня вообще может кто-то узнать в Харькове как-то. И, ну, я же уже, причем давно не снимаю, у меня вот это отошло. Юлька еще всегда шутила, типа, ну, ты же блогер, ты же блогер, там еще всякие такие вот эти шуточки у нас. И тут бац, и тебя узнают прям на улице вживую, прям вообще. Я, честно говоря, просто в шоке. Так что вам большой привет, и реально удача. Главное, что это задор. Вот, чтобы был задор, и тогда все будет идти как по маслу. Это весело, на самом-то деле все эти ремонты, стройки, это все весело, интересно. Сад потом облагораживать. Так, вообще, прелесть будет. Так что занимайтесь, не бросайте, и траву косите. Мне тоже рассказали, как вы отбирали мото-косу и косили сама. В общем, Карина, большой вам привет еще раз. В общем, история, ну, я еще потом два дня ходила такая. Думаю, ну, ничего себе, ну, ничего себе. Очень приятно, на самом деле. Ну, слов нет. Поэтому, так как у меня нет слов, пойдемте, я вам покажу, как вырос наш банный домик за три дня. Пока идем к домику, хотела показать, мама тут посадила в горшок лилии какие-то малепусечки. В общем, красненькие, смотрите. На телефон их как-то оттеняет, но вообще они такие красные. Тут у нас петуния, тут желтенькие, мои любимые. У меня еще есть фотография, предыдущий мой кролик, не Луна, а Лола. На фоне этих цветов, вот так вот была фотка, сидела в детской коляске. Короче, вот поэтому я их очень-очень люблю. Розы уже начали цвести. Не так много, конечно, еще, но уже так. Розовых очень много, как обычно, как насыпано. И лилии начали распускаться. На заборе кашпо. Видите, как у нас там красота какова. Так, тут, кстати, вода идет очень хорошая, чистая. Мы ее пьем, и больше никто к колодцу не ходит. Итак, смотрите. Я сразу от калитки его увидела и бежала к этому домику. Тут еще были строители, поэтому я не сразу начала снимать. В общем-то, вот наша банька. Ну, понятно, что она еще не готова, но вы только посмотрите, какой домик. Я вам вот так сделаю. О! Вот так вот будет лучше. Но камера что-то его очень желтит. Он на самом деле не такой желтый. Что-то она все цвета заваливает. Я не знаю, почему так происходит. Посмотрите, какая красота. Смотрите, там розочка, там цветочки. Тут домик просто смотрится вообще волшебно. Тут же у нас будет зона для посиделки. Типа выйти сюда, там кофе выпить, не знаю, отдохнуть. Она будет под навесом. Там уже практически та сторона тоже готова. Крышу сделали. Там осталось где-то там обшить, дошить. Я, честно говоря, не сильно вникала. Я просто, когда увидела этот домик, была в таком восторге. Я прям, мы продукты не разложили. И я прям бежала посмотреть, что там, как там. Смотрите, еще вот эта одна из моих любимых роз. Потому что посмотрите, какая она толстенькая. Смотрите, сколько у нее лепесточков. Просто прелесть какая. Вообще, они все такие. Все. И пахнет она просто невероятно. Ладно, вернемся к нашим банным делам. Смотрите, у жасмин цветет, тоже очень пахнет. Смотрите, смотрите, красиво как. Прям, знаете, я обычно, ну, у меня нет такого хвастаться, но тут прям очень хочется хвастаться, потому что реально очень красиво. Ребята все повырезали, все поубирали. Вот видите, как рабочие работают? Все подметено, там чисто, все сложено, ничего не натрушено. Ну, просто. Ну, это все те же ребята, которые нам делали крышу, которые нам делали домик, который обшивали. В общем, это все те же, но мы с ними никак расстаться не можем, потому что реально очень хорошие работники. Так, заходим сюда. Это дверь будет. Я только не знаю, наверное, вот это или вот это. Честно говоря, мне как бы вообще ни проект не показывали, ничего. Я просто знаю, что у нас будет баня и все. Поэтому мне трудно что-то вам рассказать, показать. Уже муха залетела. Ну, конечно, у нас такая парилка, что сейчас в бане очень жарко. Вот это, я так понимаю, сама будет баня. Там будет окошко. Тут тоже уже плитку постелили. Какие-то эти. Ну, вы видите, что даже тут чисто. Интересно, не пол, не мыли случайно? В общем, потом вот так вот вышел, сел тут на стульчике и сидишь в сад смотришь. Я вообще редко вижу сад с этого ракурса. Прекрасно просто. Розу, кстати, которую пересадили, она же была, вот эта роза, она была, сейчас, вот если вот это вот здесь вот, то это вот здесь вот где-то была. Ее пересадили, но ее пересаживали профессиональные садоводы, те, которые нам сад регулярно обрезают. И смотрите, она цветет. То есть, если пересаживать как бы тот, кто знает, то все нормально будет. Точно так же и жасмин. Очень хорошо цвел тоже. Ну, уже, уже оцветает. В общем, черешня у нас в этом году вся гнилая. Вот эта была бесполезная. Вот эта только собирается гнить. Ну, видимо, сначала было много дождей. Она начала, в общем, трескаться, еще не успев поспеть. Поэтому такое себе. Так, тут у нас что? Белосипед с моей петунией, который я зимовала на балконе до сих пор. Все с ней нормально. Кокон поставили зонт ему новый, потому что тот умер. Ну, его яблоня проткнула. Он погиб в неравном бою. Тут у нас зацвела Барселона, как мама ее называет. Настурция, по-моему, или как-то так. Ну, мы думали, что она будет не такая высокая. Ну, точнее, как мы. Я маме говорила, что они лопухами большими вырастут. Мама сказала, нет, они же низкие и маленькие. Ну, в общем-то, у нас вот такая тачка, видите, просто заполненная цветами. Ну, тоже хорошенькие такие лопатоськи. Вот этот начинает цвести. Забыла, как называется. Очень классный. Он, когда вот это все распустится, будет невероятно красиво. Так, дорожку, кстати, эту будут делать. Помните, я ее разобрала? И так у меня силушки богатырской. Не хватило ее собрать назад. И, в общем, папа все надо мной издевается, издевается, смеется, смеется. Наверное, сильно солнце светит. Вам ничего не видно. Как ее, как вам, как вас заслонить от солнца? В общем, папа надо мной издевается, все шутит, шутит, что я разобрала, а собирать ее никто не хочет. И поэтому решил ее, чтобы рабочие тоже сделали. Так, ее надо, кстати, полить. Мы еще не поливали, потому что, видите, тут такое солнце. Не хочется, чтобы она вообще там померла. Тут у мамы, кстати, салат. И еще кто-то там, красный такой бордовый. Кто-то, кто-то. Вот эти надо выдирать. Вот все говорят, камсис такой красивый. Так хочу камсис. Кто-то мне там говорил. Ой, это ж такие красивые цветы на нем. Да, красивый. Посмотрите, вон камсис у нас вот там в углу. Вот он, вот, вот. И вот он как сорняк разрастается. Это ужас. Его не выдернешь. Он вообще неправильный, короче. Он должен расти там, где он должен, а не по всему огороду. Пойдемте еще на тот огород. Я вам покажу. Помидоры повырастали. И вообще, я не помню, честно говоря, уже так давно снимала, что я не помню, что я вам показывала уже, а что не показывала. Так было жарко. Мама говорит, ой, пять чернобривцев цветет. Я говорю, ну, мало их еще. Я говорю, рано. Говорит, ну, зато бурьян не вырос. То есть четко видна линия этих чернобривцев, потому что очень жарко было, и никто не смог вырасти. Так, идем. Смотрите, кого я там встретила. Боже, я надеюсь, я что-то снимаю, тушу. Это мне так солнце в глаза слепит. О, Мария Ивановна, здравствуйте. Да, да. Карина, у вас тоже, да, кот, по-моему, или кошка, я что-то уже забыла. Ну, в общем, нравится вам, когда Муся на экране. Вот, специально для вас. Муся, Муся, маши, помаши в камеру. Помаши, Мария Ивановна. О, ну, это вообще, это ты поздоровалась прям, это очень круто. Молодец. Почти дружелюбная, приветливая кошка. Очень надо вот это в кусты лезть. Очень надо. И вот не страшно, да? Совсем не страшно. Не, ну и полезла. Что ты там забыла? Так, участочек. Сейчас пойдем посмотрим. Наши огурцы. Я еще сама к ним не заглядывала, хотя я здесь была. А ну-ка. Надо тут как-то приподнять. Ого! Ничего! Ого! Блин, ребят, вот надо было, блин, на тех выходных снимать. Они были вот такие. Меньше, чем вот этот. Вот такие где-то, вот досюда. Как вам показать? Это падает. Да, вот малепусенький. Боже, ничего себе! Вот это да! Может, там уже огурцы есть? А они что-то не цветут. Они же должны цвести. Может, им потому что солнца не хватает? У них тут, мы же типа им тут парилку сделали. Но я не могу понять, что они не цветут. Надо у папы спросить. Это тут папа у нас занимается вот этими всеми. Значит, организовали мы с папой на тех выходных капельный полив. Потому что мы знали, что будет такая печаль с погодой. Да у нас как-то, знаете, сегодня, слава богу, то дожди бесконечно льют, то теперь... А, это же Муся лазит. Я уже перелякалась. То теперь же пекло, жаридло просто, понимаете? Так было красиво на тех выходных. Надо было снимать. Было очень хорошо покошено. Это оно что-то повырастало. Наверное, из-за полива. И так было четко видно грядочки все. И помидорчики. И тут я делала тоже было красиво. Ну, в общем, ладно. Я не блогер. Хоть меня и узнают, но я не блогер. Кукурузу мы посадили. Сто лет кукурузу мы не садили. Посадили кукурузу. Посмотрите, как повырастали помидоры. Они тоже же были малепусенькими. Я не знаю, может это как раз в этом видео и было. Что я показывала, какие у нас помидоры. Честно говоря, уже не снимала. Очень давно, извините меня, пожалуйста. Надо их опять поподвязывать. Вообще, ого! Это я их подвязывала? То есть я их почти подверг подвязывала. Вы представляете, за неделю они выросли? То есть он был где-то досюда. Я вам что-то показывала? Вот досюда он был. Как это могло за неделю вырасти? Обалдеть! Я в шоке. Так смотрите. Сейчас. Как вам показать? Он мне по пояс. Просто. Вообще. Вот это прикол. Вот это класс. Ну, в общем-то, мне самой интересно тут полазить. Потому что я тут еще не лазила. Только машину поставила и все. Перчики будут. Вообще классно. Ну, в общем, вот так вот. В принципе, это все рассказала, показала. Карине еще раз привет. Ну, я просто в шоке. Привет вам, вашей маме и вашему мужу. В общем-то. Так. Ну, пока все. Наверное. Больше вроде не было дел никаких. Все рассказала, все показала. Всем сказала спасибо. Все. Большое спасибо за просмотр. Я очень ценю то, что вы меня смотрите. Не забывайте. Если вдруг кто с Харькова, вы можете ко мне подойти. Я, конечно, испугаюсь сначала, но потом все будет нормально. Поэтому не стесняйтесь, если что, подходите. Вот. Всем хорошего дня, вечера. Не знаю, когда вы там смотрите, когда оно выйдет. Я не знаю. Если что, сегодня 25 июня. Пятница, в общем. Большое спасибо еще раз всем за просмотр. Всех целую. Всем пока-пока. Я совсем забыла вам показать. Это постскрипт для самых стойких. В общем, забор. Ну, точнее, его там еще нет. Вы понимаете, вот сейчас сразу просто хочу показать. То, что вот здесь нет забора. И, смотрите, сидит, ждет, когда ее выпустят. То есть, она сама уходит со всех сторон, с которой хочет. Но нет, она сидит и ждет. Типа ее должны выпустить. Вы понимаете? Так. Вот здесь вот. Знаете, со стороны, ну вот как бы от гаража, очень красиво смотрится этот забор. Все-таки намного лучше, чем та плетенка странная, которая у нас была и здесь. Вот, видите, тоже. Все вокруг вот таким забором. Да, это такой забор, как у нас перед, ну, на фасадной части. То есть, зелененький. Просто этот без оплетки. Это я, по-моему, уже говорила. Я, по-моему, уже говорила. Продолжение следует...